Я бы хотела его подробно, но не успела очень быстро ползать. И не знаю, что если его обидеться, что он больно будет бить хвостом. Змею Глеб Петрунин встретил на озере Филипповка несколько дней назад. Там он гулял вместе со своими родителями. Сначала не поняли вообще, что за змея. Она прям огромная. Около водоема грелся на солнышке, была солнечная погода. Шуршание услышал, так голову повернул в нашу сторону. Мы там замерли, и так обратно на солнышко. Но я не очень боюсь змей. Правда, непонятно, что за змея там, гадюка или уш. Но оказалось, уш. Мы таких больших еще не видели, конечно. Ужи достаточно часто встречаются в Нижегородской области. Попадаются в лесах, на дачах и вблизи водоемов. Они безобидны. В отличие от гадюк, которые тоже обитают на территории региона. Гадюки выбирают открытые участки опушки, вырубки, болота и заброшенные дома. Особенно опасны ядовитые змеи в середине весны, когда выходят из спячки в поисках еды. Нужно быть просто внимательнее, смотреть под ноги, и все будет хорошо. Потому что встреча с гадюками, прям с гадюками, со Степной и с Никольского, очень маленький процент. Но он есть. Потому что люди же, они же не знают, как определять змей. Для них все, что не уш, обыкновенное, для них все гадюки. Если вам повстречалась змея, то специалисты советуют не паниковать ее, стоит обойти стороной. Либо поменять маршрут передвижения. Ни в коем случае нельзя загонять змею в угол. Допустим, получилось так, что змея встала в агрессивную позу и делает какие-то броски. Нужно понимать, что первый бросок, он как предупредительный выстрел. И она предупреждает, что не нужно со мной связываться, не трогай меня, я могу быть опасна. Уже последующие броски могут быть уже опасны. Но бывает такое, что гадюки и, в принципе, ядовитые змеи, у них есть такой пустой укус. То есть, соответственно, они могут укусить и не впрыснуть яд. Отличить ядовитую змею от обычной просто. Два ярких желтых или оранжевых пятна по бокам головы, уш, погремушка на хвосте или два изогнутых зуба в передней части верхней челюсти, гадюка. Ирина Вашегородцева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.